ярость и боль разные вещи ярости спектра вот есть ярости есть умиротворение а боль это непонимание ситуации ярость не является плохим ярость не является злом или чем-то нехорошим это как гроза гроза или молния так же само умиротворение откуда корни у радости откуда корни у нежности откуда корни в теле в сердце в нервной системе сейчас будем начинать там много чего из сердца и не сердца ой да и про партнерство и про целостные отношения про семью у нас еще второй день завтра и тут сценка будет участник сценки подходит сюда уже что нет вы что же да уже а да вот сейчас буду продолжать да вот сейчас буду продолжать спасибо стадик подсознание там уже работает да все садик подсознание все уже все тут от тех кого нету всех-то хотела да так начнем закончили садик подсознание да вот у нас есть подсознание 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 надсознание и не накрутила сейчас секундочку и у вас есть ваши меркантильные желания я хочу получить машину хочу выйти замуж в общем хочу чувствовать себя безопасно чтобы у меня были гарантии точно мой то есть я по сути этого всего хочу для того чтобы чувствовать себя комфортно чтобы чувствовать себя стабильно как еще счастливо хочу замуж хочу семью хочу 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 этот страшные большие желания хочу которые приносят типа много страданий разочарований когда их не получаешь или получаешь не в той упаковке 10 яблок или 9 яблок то в той упаковке но 9 яблок красных и сейчас продолжим про эти две платы потому что как раз это оттуда если другой не я если другой потенциальный враг то и сам себе я потенциальный враг ну поскольку как я отношусь к себе внутри так и отношусь другим снаружи тут вот не обманешь систему мне нравится как или отчет говорит типа а сколько у тебя картошки есть да столько картошкой ты можешь поделиться если у тебя и нету ну чувак извини не мама картошки и очень прикольно получается человек говорит тогда я тебя люблю он тебе очень много нежности дарит доброты понимания но к себе это не работает тогда становится вопрос а каким это образом если человек не может с нежностью обнять себя поддержать себя но он поддерживает тебя то что тогда он от тебя хочет получить если он не может себе это дать вот тут вот он с собой не может то есть насколько реально качественная та нежность когда вы себе не можете дать эту нервный зато все как-то так это так вот она непонятно на что-то себя надо гладить ну вот по утрам до скраб для лица очень хорошо а так чтоб там еще ноги просто так лодыжки я когда после встречи прихожу заложу в ванную целую свои лодыжки потому что они устают очень сильно и разговариваю с ногами они меня держат целые девять часов с ума можно сойти реально и вот если к себе если для себя это абсурдно для себя это абсурдно но но очень адекватно включается к другому не ноги целовать и гладить его везде и по лицу водить руками и с нежностью и с любовью и сладкой куча комплиментов и куча внимания а сам ходишь такую серый еще серее становишься еще еще меньше и еще тоньше больше тоски больше грусти и все время нужен другой человек чтобы вот это вот пока к нему но направлено это нежность и ласка и понимание то такое ощущение как будто вот я тоже это чувствую да вот я как бы я как бы и себя вроде как понимаю куда другого себя и и нежность чувствую я же и к другому чувствую а к себе и сразу вопрос а что это такое ну а были очень прикольные моменты люди пишут ну как это чтобы себя гладить вот так вот ласкать себя там да там ой мое тело так классно а еще разговаривать с телом как с реально живым существом да большой абсурд как живым существом привет доброе утро шиза кто разговаривает со своим телом по утрам доброе утро классно частенько еще кто все запущено вот так вот а потом здравствуй дыра никому ненужности маленькое тело я часто привожу этот пример тело маленький ребенок вот маленький ребенок я хочу я сознание на вот это маленький ребенок у так странно смотрит я хочу купаться ну вот я хочу я сознание я знаю что в воде классно офигительно не трогать сознание телу говорит не трогай дать ну знаете бывает тело такое а ты в маршрутке или где-нибудь на собрании ты такой себя выхватит это нельзя так делать здесь вот сейчас так делать нельзя тело такое все правда ой так вот я хочу я сознание я хочу купаться там океан классно обалденно тело очень боится купаться его например в детстве уронили в ванну там захлебнулась больше воды не хочу спасибо мама до свидания и вот я выросла мы выросли да мы выросли нам уже целых там 8 лет и вот я хочу купаться но я реально очень хочу купаться и я иду а у что-то у меня рука болит боже что такое а что такое знаете такие ситуации хочешь куда-то идти начинается перенапряжение в теле ты не понимаешь что происходит а это вот вот я такое да я сознание начитанное сознание если я говорю о я переборю это а ну пошли я сказала пошли а ну пошли не получается ступор начинается там спазмы сердце начинает болеть голова кружится сразу хочется в туалет покушать поспать но куда угодно только не заходить воду как вот откройте мне секрет в прошлом городе горели печенька кинуть как чтобы человек понял что вот это вот это одно живое со своим сознанием со своими страхами даже мечтами на что вот мы одно мы партнеры как что мне нужно искать все он все а с такой нежно сюда но пошли в воду ничего страшного нет она пошли в воду давай пошли в воду чего не идешь воду ну так обычно мама с детьми разговариваю до чего не идешь воду но я не понимаю почему ты не идешь вон допустим когда все исправим пойдем в воду вот видите исправим я хочу она бедная уже там это сключилась я хочу тебе тоже нормально стоять у тебя же колени болят я хочу что-то получить я хочу зайти в воду мне насрать на тело по сути мне главное его уговорить мне неинтересно реально понять почему она боится а сейчас сейчас давай она хочет домой а я не хочу домой вот у нас конфликт я хочу купаться тело хочет домой кто пойдет купаться я-то хочу купаться но купаться я могу только через тело так вот фишка в том что вот в этот детский садик не пускают если нету реально искреннего интереса к тому что почему именно ты не хочешь чего ты хочешь и что ты чувствуешь а почему ты это чувствуешь а где-то у тебя страх где-то 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 если этого искреннего интереса не возникает а возникает такое давай побыстрее мне расскажи что у тебя болит и мы пойдем купаться скажи тети где у тебя болит и мы пойдем купаться то тогда вас в детский садик не пустят в это подсознание тело скажет вот тело покажет факт и скажет иди купайся ага как ты без меня пойдешь покупается только в осознанных сновидениях вот так что мне нужно сделать объясните мне вот я купаться ты почему боишься почему прийти домой искренне захотеть как искренне захотеть помочь телу сочи помочь подожди нет-нет-нет-нет что помочь телу помочь ему же плохо кто сказал что ему плохо ты что боишься офигеть я воду хочу а ты боишься ну как вы часто к себе относимся мы ругаем себя за то что у нас чего-то не получается не получилось быть там сдержанной или там представитель не получилось сказать там нет что мы делаем блин да что ж такое это смысле да сколько можно что-то не можешь нормально реагировать да агрессия в тебя вперед вообще что ли еще не может быть нормальным телом ну как вот так же обычно реагирует как вы обычно реагируете когда у вас что-то не получается вот да вот и дебил ты куда пошел что за хрень я значит привязаны к тебе мне нужно все я хочу покупаться ну пошли покупаются ты что не можешь меня услышать вообще мне что-то меня не может слышать а я пойду домой точно надо домой 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 вот так вот я понимаю так не узнал у меня че боюсь да и не надо а по сути все я пошла мне было фигово я пошла домой блины все время задеваю было фигово я пошла домой ну это сейчас завтра проснусь еще раз пойду на море а в чем проблема то пошли на море давай да ну хватит уже ну надо ела так ух ты его ай больно да агрессия и начинаем либо злиться на себя либо кто рядом подходит да я такая вот приставь теперь ты не тело все теперь это другой человек а я такая все таковую хочу на море да что ж такому хочу на море пошли уже на море ну я хочу купаться это уже достал меня иди ты отсюда я на море хочу и она выбрасывается то есть агрессия вот на тело и таки хочется кирпичом по лицу да вселенная моментально все выстраивает она такая ну давай 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 ну когда что же поймешь мы же в контракте прописываем понимать понимаете быть осознанными нести ответственность за себя за себя это смысле за игрока это я и я вот да я и я мы вместе но обычная вот это я не воспринимаю как я я думаю ну это какое-то что-то такое ну вот без него я не пойду купаться ты че делаешь я без него не пойду купаться мне вот нужно его все время уговаривать чтобы идти купаться заниматься сексом ходить на работу вы знаете сколько ну что вы же знаете такие ситуации не хочется но надо и у себя но надо 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 пойти на работу надо проснуться надо заняться сексом ну как это что делать-то теперь не идти на работу сознанию да ну конечно смотри ну что как-то не идти на работу ты что это же солнце что говоришь такое нафига слушать тело но говорит хватит работ но я хочу отдохнуть и меня уже да точно в тело в руки я не подниму к ним и идем купаться вот давай я тебя взял а как я возьму тело в руки то вот давай за страхом иди купаться я уже купаюсь я уже очень кайфую офигительно кайфую вау обалденно это получится как вот это все внутри подавляется ты переступаешь свой страх и вот этот уровень ты подавляешь вниз ты его чувствуешь чуть-чуть то есть ты постоянно чувствуешь такое легкое перенапряжение то есть как при выходе там не знаю вот да при выходе вот сюда люди тоже люди боже есть кайф есть легкое напряжение есть кайф есть легкое напряжение потом ах да нормально вот 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 нормально вот мне тоже нормально в закупаюсь так классно я этого уже практически не слышу я не слышу этого. Я купаю, да, конечно же, где-то рикошет. Потом я купаюсь, все так классно, все так классно, возвращаюсь домой, все вау-вау-вау. Ты согнись, у тебя депрессия, у тебя огромнейший стресс, потому что тебя заставили. То есть я только что сделала насилие над собственным телом. Мне было пофигу, что оно боится. Мне захотелось просто побыстрее понять, что ты боишься? Боишься купаться? Ну хорошо, я поняла, что ты боишься купаться, пошли купаться. А часто так пишут, я понял, почему у меня такая там реакция. Я говорю, отлично, а дальше что? Ну вот реально дальше что? Я поняла, она не хочет купаться. Почему ты не хочешь купаться? Важно, как вы разговариваете со своим телом. Почему ты не хочешь купаться? Я потеряла сознание. Тело потеряло сознание. Тело потеряло сознание. Я такой, у-у-у, эй, ты че? Ау-у-у. Потому что без тела я не могу играть. Вот тут я резко начинаю ценить тело. Ой. А, ну да, значит, у меня там белый свет. О-о-о-о, тонны. Нет, я же хочу играть. Я такая, эй, 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 держи меня, держи меня, не отпускай меня. О, вернулось тело. И тут начинается искренний интерес резко. Да? А че ты говоришь, ты боишься, да? Не бойся. Сама уже пересрала там белый тоннель и все такое. А теперь, ну скажи имя, чего ты боишься? Резко появляется искренний интерес к телу, да? Все такое, ого, оказывается, как бы без тела стрёмно. Чего? А, чего ты боишься? Ты точно хочешь знать? Ну, не очень. Ну да, конечно же, да. Раз, и начинается какой-нибудь саботаж, типа, ну опять, поесть, поспать, усталость там. Или раздражение. Вот эта вот была идея отсюда выражается, как такое раздражение. Ну, достало это уже все, короче. Ну, пойду чем-нибудь займусь. И снова начинается такая же самая хрень. Вот только что меня выкинуло чуть ли не в белый тоннель, я испугалась. Сказала, тело, пожалуйста, ну давай, давай, давай. А тело не хочет сотрудничать. То есть, понимаете, мы часто ожидаем, что раз мы такие крутые, мы все поняли, мы пришли к телу, и оно прямо прямо должно побежать к нам, все нам выложить. Ну, а держи и это понимание, и это понимание, ага, и вот это. Мне нравится рассказ у Ричарда Баха, когда его внутренний ребенок говорит, ага, тебе было плевать на меня, ты меня не слушал, иди отсюда. И здесь так же самое. Доверие, доверие между вами, как сознанием, и вами, как телом. Теперь мне нужно завоевать доверие. Он уже второй раз видит, что мне неинтересно. Если вы, например, у вас есть очень близкий человек, и вы слышите от него, то есть, естественно, хочется понимания, хочется интереса, хочется общения, правильно? Мы налаживаем это общение, а потом, в общем-то, видим, что когда мы молчим, этому человеку и неинтересно. Он с нами не разговаривает, нас не спрашивает, и занимается своими делами, и выходит, что только мы подходим и болтаем. То есть, тело только постоянно подходит ко мне и разговаривает со мной там. Я хочу то-то, я не хочу вот этого, а нам нужно вот туда, а вот нужно пойти сделать то-то. Зачем вообще слушать тело, объясните мне? Для чего слушать тело? Ну, потом это когда? Ну, единство. А до этого момента что? А до этого момента что? До момента единства, оно еще не наступило, вот полная жопа, ты не слышишь свое тело, тело мучается, ты говоришь, да насрать, я не тело. Мы же идем к единству. Кто идет к единству? Я вон к воре только что шла. Мы тоже шли только что к воре. Если идешь в море, то ты заставляешь свое тело идти и его не слышишь. Если ты идешь к единству, то ты идешь домой и разбираешься. Ты уверен, что ты не заставляешь свое тело идти к единству? А? Ты уверен, что ты... Не уверен. Вдруг ты точно так же тянешь его к единству? А ну пошли к единству. Ты знаешь, меня задолбали то, что у тебя там болит что-то, ты агрессивный, пошли я тебя полечу. Там есть доктор, единство называется. пошли я тебя полечу. Я-то уже в единстве. Да, тело все время пребывает в единстве. Это у нас проблема. До нас обратная связь как-то фигово доходит, потому что нам не очень-то интересно. Оно и так в единстве. Когда мы погружаемся в игру, да, мы контракт подписываем, так вот тело и вселенная в курсе контракта. Какие навыки и какое предназначение? Это мы заходим, а там галочка, если очков не хватает, память уходит, да? Это только мы не в курсе, чего делать надо. Тело, вселенная в курсе. Вы заходите, как сознание. Такие вы заходите. Вот он уже шугается. Заходит сознание в тело. Взяла такое. Ну шо? Пошли поиграем. Круто так. Начинает играть, а вот это за груз непонятный какой-то. Че это за фигня такая? Вот она мне мешает. Я играть хочу. Я же вечное сознание. Там играл, здесь играю. Че такое? И тут начинаются разные боли, дискомфорты, депрессии. Попить алкоголя, потусить. Депрессники разные там. Отвлечься, да? На девушек, секс, все остальное, чтобы только не чувствовать. Вот это тело, это как маленький ребенок, ему там, не знаю, лет пять. И вот если мама на вас не обращает внимания, она вас родила, но ей как-то не очень-то интересно это все. Она говорит, есть, есть, кушает, кушает, спит, спит, одета, все хорошо. Ходит в школу, великолепно, двойки, а уже неважно. Просто вы, вы существуете, да? Вот просто вы есть. Вы есть, и вы едите, и вы спите. И маме больше не интересно. Что вы тогда чувствуете? Одиночество, брошенность. Вот. Я прихожу, как сознание, такая, я хочу играть, ну пошли играть, ну давай, ну давай, ну что ты сидишь, ну уже достала, ну сколько можно? Здесь я ведущий, сознание ведущее в теле, оно принимает решение. Мы как сознание принимаем решение, то есть тело постоянно дает нам сигналы, информацию о том, что происходит внутри, информацию о том, что происходит снаружи. Если мы не учимся, не понимаем свои эмоции, чувства, мысли, желания, потребности, если это нас пугает, и то, что нас пугает, мы не хотим понимать, то остаются только наши желания, я хочу вот этого, я хочу вот этого, я понятия не имею, почему этого хочу, я просто хочу жить, играть и делать все, что я хочу. Но фишка в том, что каждый из нас рождается для того, чтобы исполнить предназначение. Предназначение это такая штука, вот представьте наш социум как часы, там куча, как эти штучки называются? Шестеренки, да, куча шестеренок. Каждая шестеренка предназначена для того, чтобы раскрутить механизм с огромной скоростью, вращаться не на 10 километров в час, ну так примерно беру, да, там просто какую-нибудь скорость, 10 километров в час, а при предназначении она вращается там на 800, заводит весь механизм рядом, вносит определенные свойства, горит огнем и делает то, что нужно, то, что вот вы родились для чего-то, каждый из вас подписал контракт, для чего-то родился, и необходимо наработать навыки, чтобы понять, блин, нафига это мне все вообще надо. И эти вот шестеренки, они расширяют границы невозможного для социума. Каждый из нас рождается с предназначением, и предназначение буквально предназначено для того, чтобы расширить границы невозможного у социума, границу невозможного. Вот пример, да, вот граница невозможного для социума, живые стены, единство со Вселенной, живое тело, кайф, умиротворение, эмоциональность, творчество, радость, расширить, расширить границы социума, что вот для социума возможно вот это, и такой шаблон есть. Когда вы осознаете свое предназначение, вы понимаете, куда вам нужно расширить границу. И когда вы начинаете этому следовать, вашему предназначению, вы начинаете расширять эту границу, естественно, социума что делает? Он говорит, ты что делаешь? Ты куда идешь? Эй, мне неприятно, но хватит уже. И все начинают набраться, вот все говорят, всякую фигню, вливается куча говна. И вот тут ты смотришь, насколько вот если навыки наработанные, ты понимаешь, что ты родился именно для этого. Это и есть вся твоя жизнь, ты буквально горишь этим огнем. А если не все наработано, то как только социум начинает тебя стягивать и говорит, не надо мои границы расширять, то ты сдаешься и такой говоришь, ну ладно, ну хорошо. Я просто для себя буду жить. Буду жить в этом маленьком пространстве для себя. И для себя это буду делать. Для себя рисовать иногда по выходным, для себя писать стихи иногда по выходным, иногда в перерыве на работе. И все, больше не пойду дальше. Потому что нету тех навыков, которые помогут реально встать и начать сиять, и уметь общаться с каждой шестеренкой в этом механизме так, чтобы механизм не сломал тебя, как шестеренку, и не выбросил из общего. Из общей структуры. Потому что если отсутствует момент коммуникации, понимание себя, то есть понимание любого другого существа, то ты понимаешь, например, свое предназначение. Я должен сделать вот это, я такой крутящий, все, я пошел уже это делать, навыков ноль. Я пошел это делать, я уже чувствую это, вау. И натыкается на сопротивление социума, на агрессию. Моментально же, чтобы посмотреть, а насколько ты вообще являешься тем, чем тебе нужно стать и что тебе нужно сделать. Да, вот, видите, я забываю про тело. А как часто мы забываем про тело? Очень часто, практически всегда. Работа, контакт, разные вещи. А тело сидит такое. Оно чувствует что? Одиночество и брошенность. Одиночество и брошенность. И вы чувствуете одиночество и брошенность. Его нужно заполнить, нужно найти человека. Нужно найти человека, чтобы заполнить одиночество и брошенность, которая рождается, потому что вы прекращаете воспринимать вашего партнера, ваше тело, как живое существо, как вашего партнера. Ну реально, вот вы будете так обращаться с вашим партнером, который вот у вас здесь настоящий будет стоять, с которым у вас отношения. Вы влюбляетесь, вы пытаетесь встречаться, вот у вас есть партнер и вот есть ваше тело. Это два равноправных партнера по сути. Так вот, если вы начнете обращаться с вашим партнером, как с вашим телом, то как быстро он уйдет? Быстро. А разницы, по сути, быть не должно, потому что насколько вы умеете выстраивать партнерские отношения со своим телом, вот настолько же вы сможете выстраивать партнерские отношения с другим существом. Потому что только тогда вам будет реально понятно на опыте, на телесном опыте, на бытовом опыте, что у другого существа есть вот другой такой партнер. И у этого партнера может быть брошенность, одиночество, свои потребности. Этот ваш партнер может точно так же не слышать свое тело, а может слышать свое тело. Но это дает вам понять, если у вас налажена связь с вашим телом, да, то вы действуете, как там, как действуете, слаженно, слаженно. Вот, и я слушаю тело, тело прислушивается ко мне. И мы вместе, да, как реально партнеры решаем, чего делать или чего не делать. И тогда, когда вы встречаете другого человека, вы автоматом понимаете, вот у другого человека тоже есть вот такое существо живое, со своими потребностями. И у этого человека есть свои чувства, свои мечты, свое пространство, свои страхи, своя боль. Это не просто что-то, от чего нужно получить нежность, ласку, бабло, внимание и безопасность. Другой человек, он живой, но проблема в том, что когда не свое тело не чувствуете партнером, живым партнером, то смотрите на другого человека и вы думаете, так, как бы, чтобы он меня обнял, как бы, чтобы он меня выслушал, а нужно, чтобы он меня поддерживал. И пошло-поехало. Сколько всего нужно, чтобы другой человек вам давал то, чего вы не даете своему телу. То, что вы не даете своему внутреннему, реальному, живому партнеру. Это то, что я называю дыра никому не нужности. Когда вы, как сознание, говорите, мне нужно на работу уходить. Слышишь? Вставать утром надо. Шесть утра. Вообще еще раньше просыпайся. Что ты меня так смотришь? В хорошем настроении нужно быть весь день, понял? Я в последней книге прочитала... Как затошнило резко. В последней книге прочитала. Нужно быть весь день в позитиве. Ты слышишь меня? Весь день в позитиве. А вечером, когда я прихожу вечером, то не сразу спать. Мне еще сексом нужно заняться и приготовить еду. А еще я хочу посмотреть сериал и ВКонтакте посесть, чтобы не сразу спать хотел. Что-то я с мысли сбилась. Вот так оно происходит. Это живое существо. Вы понимаете? Ваше тело – это живое существо. Вот я не знаю, как придумать такие метафоры, аналогии, чтобы вы могли почувствовать, что это ваше живое существо, это партнер. И когда оно говорит «мммм», вы чувствуете тошноту, когда оно говорит «тын-дын-дын», у вас мысли разлетаются. Как бескорыстно начинать давать им невестность? Говори меня, буду пройти. В начале семинара, наверное, был какой-то стресс в теле тоже, да? Ну, вот у тебя, Наташа, да? Ну, в начале, да. Она хотела бы уйти к берегу Невы и там сидеть. А, нет-нет-нет, мое тело, наоборот, еще хочет в Москву поехать, потому что там какой-то кусок будет целый по нейронке. Оно очень ему нравится здесь. Но было напряжение от того, что я еще не могу на вас настроиться, чтобы понимать, о чем говорить. Ну, хорошо, ладно, другую ситуацию. Бывает тело, вот, знаешь, что надо сделать, и это может быть польза будет для тебя. У тебя, вон, в стрессе, живот болит, ну, какие-то... А, ну, давай, точно. Слушай, мне нужно... Да, вот мне нужно заняться с мужем сексом. Я уже неделю, я уже неделю ему объясняю, вернее, я неделю не даю ему секса, мне уже нужно это сделать, ну, пожалуйста, иначе он перестанет бабло давать. Что, нет? Как с ним договориться? Как заставить, получается, как заставить тело сделать то, что оно не хочет делать? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я не даю вопросов, как, никак. Ты хочешь, чтобы тебя заставили, не знаю, там, съесть протухшие яйца? Нет, ну, мы не говорим ситуации, которые не пользуются, а ситуации, которые, ну, вот, ты знаешь, ты знаешь, что ты знаешь, чем меня пройти. Ты как сознание знаешь. Я как сознание, да. А тела, например, сопротивляется этому. То есть не надо. Подожди, нет, бывает, если ты это сделаешь и понимаешь, ты классно. Кому? А, ну, смотри. Тело-то понимает, что делает. Ну, подожди, ну, хорошо. Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. Извините. Ау-у-у. Эй, эй, эй. Внимание можно? Сейчас, секундочку. Я сейчас сделаю пример, а потом ты продолжишь, да? Блин, еще раз. То, что ты последнее говорила. Ты говорила про женщину, которая хочет заниматься сексом. Да. А, вот, да. Потом будет кайфово. Мы займемся сексом. Потом на неделю нас отправят на Карибы. Ты понимаешь, ты сможешь расслабиться на Карибах целую неделю. Пожалуйста. Ну, давай. Например, конфликт. Только это... Видишь? Нет, не та ситуация. Какая? Переведи ситуацию. А потом будет другая ситуация, которая тебе понравится. А именно результат этой, этой ситуации. Оргазм будет. Расслабишься? На пару секунд. Ну, ну, походу, ну, как бы, ну, не важно. Ну, вот. Нет, очень важно, как, очень важно, что ты имеешь в виду. Смех. Ну, что против ситуации? Ну, хорошо, ну, хорошо. Тело боится воды, и что теперь? Всю жизнь боится воды, и вообще тело, ну, по слову, не хочет потушить, больше всего. Ну, первый раз бывает всегда страшно. Ну, всегда бывает первое страшно, а потом бывает, люди все время прыгают с парашютом. В этом кайф получают. А первый раз страшно. Нет, тут ситуация другая. Здесь именно в детстве была какая-то ситуация, да, и тело боится воды именно в глубину. То есть это... Это уже самый с парашютом может быть. Боюсь, например, распрыгнула, потом получила кайф. На напряжение, то есть, да. Я буду спрашивать в следующий раз... Народ, давайте так, это по теме еще раз. Ты руку поднимал. Да, тут небольшой нюанс. Ваше тело постоянно молчит, а оно должно кричать. Почему оно не хочет? Да, почему ты вообще не разговариваешь со мной? Я с тобой постоянно разговариваю, ты меня не слышишь? Да, я его не слышу. А, а мы? А как вы можете его слышать? Оно же со мной разговаривает. И то, о чем оно говорит, находится на этаже ниже. Вот как ты говоришь, осень было страшно прыгать с парашюта, я себя переборола, прыгнула. Охренительный кайф. Обалдеть. Понравилось. Да, тело, целый слой. Тело его разговоров закрыли в подвале и опустили на 10 этажей вниз. На 10 этажей вниз, чтобы больше не слышать о том, что тело боится, потому что кайфово офигительно. Ну, в конце, когда он определился, она сказала, да, кайфово, мне нравится. Не тело, не тело. Не тело, не тело. Сознание. Ну, почти, не знаю. Страх у тела лучше. Закопали там где-то внизу, получается. Да. Бывает разные ситуации. Да. А если именно в теле ощущение, что… Бывает, люди не слышат даже потом своего тела. То есть они и так его мало слышат. И вот этот вот страх паники перед парашютом, он воспринимается как, типа, это мой ум мне говорит, что будет страшно. Поэтому нужно просто отодвинуть это все на задворке и прыгнуть, потому что это офигительный опыт. Мне он нужен. Сейчас, можно я закончу? Потому что вы вопросами все время перебиваете. И я не могу продолжить нормально. Девочки! Так вот, от разной вашей степени чувствительности к самому себе зависит то, насколько хорошо и четко вы слышите свое тело. От этого и зависит. Я сделала то, что я хотела. Пошли. Пошли. Я сказала. Печеньку. Печеньку, смотри, вон печенька. Ну, пошли, пожалуйста. Ой, голова закружилась. Пошли, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пошли. Наташа говорила, надо гладить тело. Ну, пошли. Ну, что-то не работает. Ну, пойдем. Ну, давай. И потом мы делаем так. Вставай. Вольно. Вставай. Делаем так. Пошли в воду. Офигительно. Вау. Суперски. Охренеть. Так классно. Я еще хочу. Ну, ты. С-с-с. 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 С-с-с-с. С-с-с-с-с. С-с-с. Так вот, когда мы перебарываем себя, когда мы делаем насилие над телом, мы закрываем эту дверь и мы прекращаем его звучать вообще. Остается только понимание того, что вот в этот момент было очень кайфово. Остается только вот так. Вау, класс! И мы перестаем вообще его слышать, вообще реально перестаем его слышать, кроме тех моментов, когда мы приходим домой, тело наконец-то может с нами разговаривать. Проверочные моменты, вот это вот, либо ты перешла себя, заставила, либо телу реально понравилось, это тот момент, что когда потом ты приходишь, да, и у тебя этот кайф, радость, легкость длится еще очень долго, много часов, захватывает несколько суток, а не наступает усталость через полчаса, через час-два, потому что от напряжения ему тяжело, от этого напряжения внутреннего, которое ты уже, вот ты не слышишь напряжение, вернее, ты не слышишь этой агрессии, когда не хочется, не слышишь страха сейчас, но напряжение остается, и ты начинаешь чувствовать усталость. Кому нормально? Мы занимаемся физкультурой, например, мы напрягаемся, ему тяжело, он хочет лежать на диване, ему хорошо, ему комфортно тело, например, мы делаем физическую нагрузку, после этого она устала, мне это больше не хотят. Ты уверена, что всегда тело хочет лежать на диване и не хочет делать физическую? Я не понимаю, например, он в стрессе не хочет находиться, а многие ситуации приводят в стресс тело, ну очень много, даже работа, если от работы на 100% в моем теле будет напряжение, оно устанет, и оно в усталости, потом придет, оно будет отдыхать, и мы с ними поработали, оно бездослуженно отдыхает. Если в моменте процесса того, что ты делаешь, от чего рождается потом напряжение, если в моменте процесса ты ловишь кайф и эйфорию, и нету страха, паники, если работа приносит тебе кайф. Хорошо, вот я работаю, да, я 9 часов разговариваю очень эмоционально, у меня немного устают ноги, когда я прихожу домой, они очень устают, но когда я разговариваю, мое тело буквально тянется считывать каждого из вас, щупать каждого из вас, оно чувствует такой кайф и удовлетворение, что если бы я могла еще дольше не уставать, было бы вообще классно. Мы просто вот очень сильно отошли в эту сторону, я хотела довести до этого момента. Сейчас, не уходи. Может, тело лучше хотите? Может, ты вправду? Да, пожалуйста. Вот это первое партнерство, которое необходимо осваивать. Я буду рассказывать все дальше по деталькам, потому что так меня очень сбивает прыгать по вопросам. Это первое партнерство, которое необходимо освоить. Я и мое тело. Потому что именно тело проживает нежность. Именно тело проживает то самое умиротворение, которое при просветлении. Да? Я просветляюсь, и как «О-о-о-о, боже мой, все социальные шаблоны, это все навязаны, ой, мне это все не нужно для счастья, у меня есть ты, офигеть!» Просветлевает разум постепенно, да, сознание такое «О-о-о, е-моё, я оказывается вечно…» Боже, зачем я все время думала, что нужно ходить на работу, заставлять тебя делать вот это, 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 это. Я тоже думаю, боже мой, я, наверное, ненормальный, чокнутый какой-нибудь человек. Ну как же, я боюсь, что я останусь без денег и голодной смертью умру. Да, я вычеркиваю вселенную взравнение просто так вот, быстренько. Вселенной нет уже, есть социальный статус, есть работа, есть деньги, которые необходимо заработать, и безопасность, и стабильность, которую необходимо себе обеспечить. И вот при этой мотивации тело становится в очень следующую, дальше очередь, еще дальше, еще дальше по списку, потому что приоритеты — это социальное. И никто не спорит, что социального, типа, никто не говорит, что социального не существует, или это плохо, или не надо хотеть денег, стабильности, квартиры, работы и всего остального. Но если вы в вашей жизни вычеркиваете вселенную из уравнения, понимая, что вселенная — это организатор, как только вы понимаете, чего вы на самом деле хотите, она начинает организовывать все так, для того, чтобы вы, во-первых, увидели, что вам самим мешает достичь того, чего вы на самом деле хотите. Но если мы становимся неосознанными и сбрасываем ответственность себя на внешние обстоятельства, то когда кто-нибудь к нам подходит и что-то говорит, и мы чувствуем дискомфорт, мы чувствуем обиду, боль, раздражение, недовольство, да, вот ты чувствуешь раздражение-то, недовольство, опять, да-да, обиду. Нет, это было сейчас. Где обида? Я называю это эффект зеркала. Ну, не одна я называю это эффект зеркала, правильно? Но я использую этот термин — эффект зеркала, зеркальность вселенной. Боль находится в том, кто испытывает дискомфорт. То есть дискомфорт — это прямая дорожка. Знаете, как в этой сказке Ганзели Гретель, когда они ушли и оставляли крошки позади себя, чтобы вернуться обратно. Так вот эти крошки, этот дискомфорт, злость, обиды, недовольство, раздражение — это крошки, по которым тело ведет вас внутрь, в детский садик, чтобы перевести, провести через злую тетку, завести в детский садик и показать девочке с надписью «Я боюсь остаться одна». Потому что вот туда нужно зайти, посмотреть на эту девочку, которая написана «Я боюсь остаться одна». И поэтому я ищу людей, которые бы меня понимали. Не важно, не важно качество отношений. Главное, чтобы человек был рядом, кто-либо, даже если он унижает меня, оскорбляет, даже если мне не очень счастливо с ним. Главное, я не одна. Что? Ну, проецирую тебя. Ну, типа, мне одиноко, а ты идешь туда, типа, думаешь, что я одиноко. Да, точно, вот, видите, тело подсказывает, я забываю. А что еще раз? Ну, не одиноко. Тело одиноко. Ты видишь, там прикольно, да. Прикольно, типа. И вот я говорю, ой, так классно, нужен еще кто-то. Вот этот кто-то меня обнимает, и когда он меня обнимает, время останавливается. Во всей остальной бытовой жизни полная жопа. Но когда он меня обнимает, время останавливается. Вот ради этого момента объятия, когда время останавливается, мы готовы терпеть все, что угодно. Смиряться, принимать. Да, так и есть главное, чтобы меня обнимали вечером. И тогда все классно. А разве тебе не нравится? Нас когда обнимают, тебе нравится? Так это же классно. Почему? Ну, потому что это другая тетка. Это другая тетка. Но она же нас обоих обнимает. Она же тебя обнимает, эта тетка. Эй. Обманываешься. То есть мне необходимо научиться сначала обнимать вот с той же самой вечностью свое тело. Вот я научусь это, когда чувство, которое вы даете самим себе, намного качественнее вас заполняет, чем любое чужое прикосновение снаружи, чем любое соприкосновение с чем-то снаружи. Только тогда можно предположить, что там уже нет девочки с какой-нибудь надписью «Я боюсь одиночества». Потому что эта боль заполнена. Она заполнена вами самими. А часто бывает как? Я себя, конечно, люблю, я себя обнимаю, я себя радую с утра, я с утра с собой разговариваю. Но когда приходит он, моя жизнь меняется, все становится ярче и прекраснее. Вот это все, это была вся фигня, понимаете? Вот это вот ля-ля-ля перед зеркалом, доброе утро тела. Это все было для галочки, потому что там где-то у Натальи Северской на сайте написано, это нужно делать, чтобы было единство. А когда другой человек приходит к вам, да, и вы на него смотрите, точно так же ваше состояние не меняется. Понимаете, вы в таком кайфе от самого себя, вы в таком кайфе от самого себя, что когда приходит другой человек, ты говоришь, и что тебе надо? Нам круто, нам кайфово. Я больше не хочу к ней. Да, вот, мы больше к тебе не хотим. Нам так кайфово, что мы резко начинаем видеть другого человека и все его претензии к нам, да? Резко наши дыры по одиночеству заполняются. Если раньше, неважно, как он со мной разговаривает, неважно, что он мне говорит, неважно, что он меня подкалывает, главное, он говорит, что он меня любит, я слышу, я не могу без тебя жить, он меня обнимает по вечерам, все, это круто, моя дыра, боли заполнена, да, отказа, все классно, потому что когда я себя обнимаю, там написано на сайте, нужно себя обнимать, гладить, любить себя, благодарить себя за что? Я это делаю, но не работает, но когда приходит, он, все работает, все обалденно, нафига этот сайт с этими статьями и роликами, ненормальная девочка. Вот, когда вы заполняете себя изнутри, то есть вот у вас есть боль, 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 обычно это страх смерти, страх одиночества, страх непонимания, все, что себе там не даешь, там вселенной вообще нету, если она есть, то только как прописано, я знаю, что существует вселенная, но я понятия не имею, как она работает, что это, и тем более я ее не чувствую, потому что если бы я ее чувствовал, у меня было бы чувство безопасности в теле, и я бы понимал, что нету такого момента, нету такого момента, когда вы остаетесь в одиночестве, вы объясните мне, в каком нафиг одиночестве, 7 миллиардов людей по планете ходят, деревья растут буквально везде, где одиночество, где внутри вас одиночество, внутри вас одиночество, и поэтому вы говорите, невероятно живой мир, куча народу, разные люди, и вы говорите, я боюсь остаться в одиночестве, ну каким образом у вас получится остаться в одиночестве, ну объясните мне, пожалуйста, люди всегда вас найдут, даже в лесу, а когда найдут, надо побыть в одиночестве, да, точно, точно, иди сюда, вот, так вот, когда вы становитесь целостными, вы резко начинаете смотреть на человека по-другому, и он к вам со своей дырой подходит и говорит, обними меня, ну, что ты меня не поддерживаешь, тебя не понимаешь, ты меня не любишь, а ты говоришь, я что-то не поняла, что ты от меня хочешь, потому что вы сразу начинаете видеть, когда вы хотите заполнить свою дыру, вы работаете на получение, я хочу от тебя получить понимание, поддержку, любовь, доброту, нежность, еще раз поддержку, и желательно все время, потому что я этого самого себе не даю, да, вот, и еще это все время с нержу же, вся моя жизнь построена на чем, чтобы получить эту поддержку, получить это понимание, то есть жениться, выйти замуж, родить ребенка, это точно никуда не уйдет, но это не факт, правильно, сделать стабильную жизнь, чтобы рядом точно был кто-то, или что-то, что будет давать мне то, что я не даю своему телу, а мое тело будет просто, что больше дальше чувствовать? Одиночество, а потом накатывает что? Депрессия, знаете, такая депрессия, мне больше ничего не хочется, все было так круто, все было так классно, у меня и карьера, у меня и карьера, и любимый человек, и деньги есть, и могу поехать, куда хочу, а не интересно, больше не интересно, наступает депрессняк, а почему? не спроси у меня, нет, но почему? я у вас спрашиваю, почему у меня депрессия? тело сбросил, как я бросила, вот оно же, мы же с ним вместе всегда, когда голова болит, так же экибрессия наступила, тело саботирует, нужно его отсаботировать, чтобы он наконец-то, ну давай интересуйся миром, ну что такое, насколько можно, мы же вместе с тобой, давай интересуйся миром, ну что ты такой вообще, у тебя нет искреннего интереса к нему, а у него ко всему. Да какой у меня искренний интерес? Я хочу, играться хочу, вот, а вот теперь переходим к практике. Искренний интерес у нас появляется в каких случаях? Либо когда прижмет капитально, да? Открываем снова сайт, читаем так, что же нужно делать, говоришь? Либо когда Вселенная показывает нам снаружи какую-нибудь жестокость или несправедливость, и мы резко понимаем, что вот точно так же мы делаем по отношению к самим себе. Резко открываются глаза на то, что я точно так же сама с собой себя веду, вот точно так же мне наплевать на себя. И тогда появляется реально искренний интерес. Это вообще интерес посмотреть на себя, подойти, посмотреть. Я что, настолько сильно себя не люблю? Что ты имеешь в виду? Любовь. Огромнейшее размытое понятие. Я генерирую любовь. Что именно вы генерируете, когда вы генерируете любовь? Ну кто знает, что вы генерируете, когда генерируете любовь? Когда чувствуете любовь? Нежно. И принять единство. Сейчас. Ощущения. Какие ощущения? Есть ярость, злоба, тоже ощущения. Как у тебя есть все. Любить себя, принимать себя. Я покупаю книжку. Я не слышала нежность. Я покупаю книжку. Там написано, нужно любить себя, нужно прощать себя, обязательно нужно себя простить. Без этого никак написано. Я подхожу и начинаю с тобой работать. Я говорю, прости меня, пожалуйста. Пожалуйста, прости меня. Ну пожалуйста, ну прости меня. Что-то не работает. Почему не работает? Само себе не нарушение понимания. Скажем так, прощение, оно и работает. По крайней мере, на первом этапе, скажем так, это многим помогает. Ну естественно. То есть нельзя сказать, что оно не работает. А я что, говорю, что оно не работает? Я спросила, почему не работает? Так я не хочу убрать боль. Я говорю, прости меня. Там в книжке написано. На языке чувств, они словно на языке. А как это на языке чувств? Иди к нему. Это как на языке чувств? Генерировать как-то чувства. Да, все запущено. Я этого не знаю. Я даже близко не понимаю, что такое чувство. И не различаю чувства и эмоции. Очень прикольно спрашиваешь человека, что ты чувствуешь? А есть варианты ответов? Ну, наверное, счастье. Я говорю, правда? А как ты это ощущаешь? Как ты понимаешь, что это счастье? Я не знаю. Что за дурацкие вопросы? Ну, так обычно. Это же нужно понимать, разделять эмоции и чувства. У вас есть чувства, есть эмоции, есть состояние. Это как краски, палитра. И вы рисуете, и вы рисуете пейзаж. Есть чувства, есть эмоции, есть состояние. Вы смешиваете это, и у вас получается жизнь. Ваше качество жизни, вот ваше бытовое качество жизни, а не тогда, когда вы куда-нибудь уезжаете, и там очень хорошо, приезжаете, здесь плохо, нужно почаще уезжать. Ну, пожалуйста. В книжке написано «простить, простить себя». Там не написано, за что себя прощать. «Прости меня, пожалуйста». «Ну, пожалуйста». «Ну, прости меня». «Ну, пожалуйста». Знаете, такое огромнейшее чувство вины, что начинаешь на колени становиться, начинаешь биться лбом о пол и молить «пожалуйста меня, прости». Ну, пожалуйста, ну почему не работает? Я же так унижаюсь, смотрите, я так унижаю себя, чтобы все стало хорошо. Где логика? Я унижаю себя, а я же в теле буду становиться на колени. Я же в теле буду себя доставать этими слезами, истерикой, да? И где здесь логика? Да, и меня тоже вылечит. Где логика? Чтобы простить себя, мы начинаем себя бичевать. Ну, чтобы было за что простить. Очень логично, да. Для меня, например, существует так. Ну, нет. Нужно не выпускать же тело из рук. Есть восприятие, основанное на чувстве вины, и тогда вы все время будете искать прощение, оно будет работать, оно реально работает. А есть мировосприятие, основанное на том, что вы проживаете опыт, как Вселенная. Она многообразна. Но когда мы начинаем говорить, у нас есть какой-то шаблон себя, убеждение, ожидание, условия на самих себя, я должен быть таким, я не должен быть грубым, я не должен быть вот таким, я никогда не должен делать вот это, никогда вот это. И когда это происходит... Вообще-то мальчик. У тебя стоит что-то девочка, а ты мальчик. Еще раз! Самовосприятие, типа, шутка, ладно, продолжай. Парад, твое тело ведь. Да, типа, я твое тело мальчик, да, ты девочка. Ты у себя воспринимаешь как девочку, но я-то мальчик. Ты сознание, а он тело. Да. 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 Твое тело мальчик. О-о-о! Проблема, да? Ё-моё! Офигеть! А я-то чувствую себя девочкой! Оденешься под девчачьи? Дура. Бантики! Я хочу бантики! Вот здесь можно бантик один, ладно. Нет! Я же себя не чувствую на вот это! Это что такое? Меня мама за это ругает! Да? Это не моё тело вообще, да? Нет, меня мама ругает за меня! Меня мама ругает за меня! Она меня... Она тебя ругает за меня! Вы понимаете, вообще такой прикол. Другой человек ругает это тело, потому что я чувствую себя девочкой в мужском теле. Это отдельные моменты. Ну, людей, у которых очень сильно это проявлено. А мы о чем говорили? Ты меня сбил сейчас. Вот почему ты меня сбил? Прости меня, пожалуйста! Прости, пожалуйста! Типа про самоощущение ты говоришь? Да. Какой смысл? Вот, я вспомнила точно. Есть два мировосприятия. Либо у меня есть ожидание к себе, запреты на себя. И когда я, не дай боже, делаю то, что я сам себе запрещаю, сама себе запрещаю. Блин, как мне теперь говорить-то, а? Когда я нарушаю свои собственные ожидания, требования, запреты, я называю это плохим. Это нельзя было делать, потому что я оставлю эти запреты себе. Я оставлю себе эти ожидания и требования. Я не должна делать иначе. И когда я делаю иначе, для меня это плохо. И вот здесь работает прощение. Я начинаю просить у себя прощения за то, что я нарушила свои собственные требования и ожидания. Оно работает, становится легче. А потом снова мы это делаем. Когда убираешь этаж, когда ты понимаешь, почему ты делаешь, ты ставишь себе это ожидание. Почему нельзя, никогда нельзя грубить маме? Почему? Потому что мама потом оттолкнет и больше не будет со мной общаться. А я не могу жить так. Я не могу жить, зная, что я не нужна маме. И поэтому нельзя. И когда я грублю маме случайно, я чувствую такую вину, огромнейшее чувство вины. И я иду просить прощения у мамы. Мамочка, пожалуйста, прости меня. Это знакомая ситуация? Нет. И вот тогда этот механизм будет работать до тех пор, пока кто-то не сломается от чувства вины, от чувства самонаказания. Мы начинаем себя наказывать, а потом очень прикольно работает. Я маме нагрубила раз, я маме нагрубила два, три, десять. И потом хочется счастья в жизни. Я вспоминаю, я столько раз делала плохо, наверное, я не заслуживаю. И я сама ухожу от того, чего мне хочется. Я наказываю себя, потому что я не могу простить себя. А простить себя я не в состоянии, потому что у меня такие стоят требования и ожидания на себя, что за вот этого чувака я вообще забываю. Я за тело забываю, ведь это его я бичую, унижаю, страдаю, плачу, заставляю еще больше испытывать чувство вины. Я говорю, если ты позволишь мне вот это сделать, если ты еще раз накричишь на мою маму, я буду тебя наказывать до тех пор, пока ты не научишься, что нельзя кричать на маму. Вот это бытовой уровень, того, как это происходит у вас внутри, даже не с другим человеком, у вас внутри. И совсем другое, это есть опыт. Вселенная многообразна. У существа, у существ, представим, что есть существа, у которых базово проживается телесно, умиротворение. Они воспринимают других существ, как других себя. Не в смысле, что они знают все ваши подноготные мысли, там считывают вас постоянно и говорят, какая ты плохая, как ты так можешь жить? Ну, ты мне нравишься, интересно, о чем она думает? Нет, не в этом смысле. А в том смысле, что когда идет умиротворение, ты уже не хочешь никого запихнуть внутрь себя, получить от него что-то. Тебе интересен опыт этого человека, интересен его внутренний мир, искренне интересен внутренний мир. Я сейчас еще вернусь к телу. Оно уже исчезло. Кома. Кома, точно. Иди на следующее воплощение. Запарила. И у таких существ, когда внутри есть умиротворение, рождается искреннее любопытство и интерес, первая реакция на агрессию, на что-либо, что пугает, это понять. Понять, а не начать защищаться. Либо вы защищаетесь от чего-то, а защищаетесь вы как? А агрессией. Как и дальше можно защититься? Можно уйти. Но на вас дальше будет наступать, и тогда нужна агрессия. И тогда либо вы защищаетесь, либо вы начинаете понимать эту ситуацию, понимать себя в этой ситуации, понимать другое существо. Часто спрашивают, а если ты становишься целостным, к тебе больше агрессивные чуваки не притягиваются? Притягиваются, потому что они хотят научиться целостными быть. Смотрите, люди не прекращают к вам притягиваться, агрессивные, бомжи, странные, пьяные, только потому, что вы внутри стали целостными, сияете и пахнете ромашками. Нет. Если вы обрели целостность и умиротворение, это значит, что люди вот эти все просто магнитом к вам начнут притягиваться, они говорят, как у тебя это получилось? Эй! Но они внутри этого не чувствуют, а значит, просто начнется ты мне нравишься, можно я с тобой рядом посижу, можно я тебе внутрь себя засуну, пошли поженимся. Нужно получить это существо к себе, к себе, чтобы там все выровнялось. И это о чем я? О целостности, про опыт. Вот. Либо вы начинаете защищаться, когда вы сталкиваетесь с тем, что вам непонятно. У вас либо испуг и защита, либо любопытство и понимание. Ум, чего это такое? А вот эти две реакции зависят только от того внутри, вот внутри, в теле, осталась боль. Боль непонимания себя. Если есть боль непонимания себя, вы будете защищаться, вы автоматически, телесно начнете защищаться. Вы не будете этого замечать, будете говорить, у меня все нормально, у меня все хорошо, я люблю этого человека, но когда этот человек делает что-то, что задевает вашу боль, вы начнете грубить резко, сарказм говорить, отталкивать, дистанцироваться, но это будет проходить таким туманным, слепым пятном. Но ведь уже все хорошо? Уже все хорошо? Да, мы помирились, мы поговорили, пошли в кино. Все, раз, забыли, проехали, живем дальше. И очень-очень-очень-очень важная штука вселенная и это ответственность, которая есть у вас за понимание своих чувств, за понимание своих эмоций. А вот чувства и эмоции, они вот здесь находятся. Чувства и эмоции находятся здесь. Иди сюда. Пожалуйста. Мы партнеры. Мы подписали контракт. Мы подписали контракт на игру. Этот чувак в курсе, какие навыки мне нужно получить. Да. Существует огромнейшая вселенная, которая все время взаимодействует с этим телом для того, чтобы научить меня, как сознанию, всем тем навыкам, на которые я подписалась бы. Мне нужно еще 800 очков, чтобы воплотиться драконом на Орионе. И мне приходится, какой здесь искренний интерес, мне все еще приходится понимать этого чувака для того, чтобы воплотиться в другом месте, в другом теле. Оно бывает очень глубинно, совсем другая мотивация. Мы говорим, я люблю всех людей, я хочу единство и просветление. Для чего? Ну что, не понимаете, наконец-то уйдать отсюда. А смысл? Нет, ну это реально такие ответы я и получаю в переписках. Чтобы уйти отсюда, наконец-то, чтобы стало хорошо, я мог отсюда уйти, и там где-то будет точно лучше, в другом мире, на другой вибрации мне точно будет лучше. Здесь вот тоже круто. Потому что, если здесь внутри очень кайфово, клево, вы понимаете себя, вы автоматом открываетесь, вы ходите, кривляетесь, разговариваете матом, провоцируете других людей, а они к вам тянутся и тянутся, тянутся и тянутся. Вы думаете, да сколько же можно, я уже и вот так вот отталкиваю, и вот так отталкиваю, они все притягиваются. Ты чего смеешься? Что, нельзя посмеяться? Нет, я серьезные вещи говорю. Ну иди. Что значит иди? Нормально, вот контракт, что значит иди? Что это такое? Распространенная вещь. Я не в теле, я большую часть времени почему-то не в теле, а иногда меня выкидывают из тела. Я резко начинаю меньше чувствовать эмоции, чувства и проживать эту жизнь. Это потому, что тело что говорит? Ну это. Поболтай со мной. Поговори со мной. У тебя же из-за тела говорит с тобой. Наконец-то услышал, иди сюда. Нет, ты меня пугаешь. Вас никогда не пугало ваше тело? Эмоции, реакции, агрессия. Пугало? Мысли тоже к этому относятся. Я тебя боюсь. Я тебя не понимаю. Я не понимаю, почему ты хочешь убить нашу маму. И видите, я просто, я пытаюсь выйти из тела, я пытаюсь отойти, дистанцироваться. Я говорю, я в таком теле не подписывалась играть. Это какое-то шизоидное тело. Я не на такое тело подписывалась. Я подписывалась на нормальное, целостное тело. Что-то такое. Ну, это если я по контракту откажусь, как-то другое придет, да. Что, правда? Продолжаем. Я тебя боюсь. У тебя такая агрессия. Ты почему нашу маму хочешь убить? Что я? Я не хочу убивать нашу маму. Подкорректировать ее немножко. Может быть, да, но убивать нет. А у тебя такое агрессия на нее. Что я? Я люблю нашу маму. Я очень люблю нашу маму. Что, ты не веришь мне, да? А я верю. Я очень хорошо играю, когда она в комнату заходит. Вот, понял? И не смей улыбиться цинично, когда она говорит о важных вещах. Сколько мне денег зарабатывать надо и на кого учиться. Не смей улыбаться так цинично. Языки не показывай. Что тебе надо от меня вообще? Слушаться меня. Я знаю, как играть надо. Вот. Но фишка в том, что так обычно происходит бытовая жизнь, да, у большинства людей. Ругаем себя, не понимаем себя. Знаете, есть собаки, и говорят, у собак самое сильное качество — это преданность. Преданность не в смысле того, что это слабость, наивность, унижение себя. Преданность тому чувству в сердце к этому человеку, например, да. Вот у тела такая преданность к сознанию. Неважно, сколько я буду его бить, калечить, загонять его в разные ситуации. У тела преданность чувству, преданность единству, преданность тому, что оно-то знает, что мы одно. Это я пытаюсь сделать вид, что я не тело. Вообще ты должен делать то, что я хочу. Такое, да, доминант. Я сознание? Я же сознание. Слышишь? Я сознание. Я контракт подписывала. Я тебя выбирала. Я тебя выбирала? Давай. А тело, вот мы, да, такие. А оно все равно чувствует к нам нежность. Нежность и понимание. Ищет дальше пути, дальше пути, до нас достучаться. И вселенная все время зеркалит нам внешний мир так, чтобы мы могли почувствовать вот эту нежность, которую тело постоянно испытывает. Нежность и благодарность, в котором тело постоянно 24 часа в сутки пребывает, несмотря на напряжение, несмотря на зажимы, на внутреннюю боль. нежность, которую тело чувствует постоянно. Потому что оно знает, мы одно. Я пытаюсь сделать вид, что это не так, потому что у меня лампочка на 20 вольт или ватт, и у меня только 400 очков, и я снова и снова воплощаюсь на этой планете. Я до сих пор не поняла, чего. Мы одно, мы партнеры. Если в отношениях с другим человеком вот так начать выпендриваться, эй, ты должен слушаться меня, ну это обычные социальные отношения, почему ты так поздно домой приходишь, а где ты ходишь, а почему ты мне не звонишь, а почему денег так мало, что ты меня опять грубишь, ты меня не поддерживаешь. Так не хренело ли? Это я вообще не о тебе сейчас. Это я о другом живом человеке. Окей. Вот. Что я хотела сказать? Подскажи, пожалуйста. Ну ты так решаешься с телом, типа партнерские отношения где? Да, партнерские отношения. Я все равно не помню, что я хотела сказать. Ну, про тело партнеры, мы с тобой партнеры, пришли сюда непросто так. Да, и вот из-за того, что у меня 400 очков и 20 ватт лампочка, и передо мной огромнейшее темное метро, там страшные какие-то тени постоянно ходят, пугают меня, 7 миллиардов теней в метро, у меня лампочка на 20 ватт, как мне выжить? Нужно защищаться, правильно? Нужно там кричать, эй, я страшный человек, не подходите ко мне, я так хочу нежности, ну не подходите ко мне, потому что я вас не вижу за свои лампочки маленькие. Партнерские отношения. Все, чего мне не хватает, чтобы полюбить эту планету, чтобы полюбить социум, полюбить 7 миллиардов существ с деревьями, каменными домами, маленькими букашечками, но самое сложное, это водители маршруток или там, наши папа с мамой. Все, чего мне не хватает, это почувствовать телесно, почувствовать телесно, что мы все одно целое, но фишка в том, что опыт единства уже есть в теле, он уже есть в теле. Он не заносится к вам в тело какой-нибудь посылкой или бандеролью, ой, наконец-то заслужили, держите, милок. Вот вам порция единства, закрепляйте в теле. Оно присутствует в нервной системе постоянно, в каждой клетке, постоянно. Мы обесцениваем красоту, мы обесцениваем нежность и благодарность. Из этого мы даже не представляем, не чувствуем, вернее, мы-то это чувствуем, но мы говорим, ой, это все фигня, мне нужно бабла заработать, ой, это все фигня, нужно слушаться маму. Мы настолько это все обесцениваем, обесцениваем инструменты тела, самые невероятные инструменты тела, потому что, когда мы стоим в каком-то красивом месте, когда идет осень, вот кому нравится осень, кому нравится лес, кому нравится океан, и это красота, когда идет буря, гроза, ветер, моросит дождь, вы стоите вот где-нибудь под тентом, но на песке, и это офигительно, потому что вы начинаете чувствовать, что единство со всей этой природой, и вот красота помогает, когда вы видите красоту в этом, вы автоматом убираете все границы, автоматом убираются все границы, вы, чем глубже вы испытываете красоту, тем больше в единство вы входите, чем больше глубже, искренне вы испытываете нежность, тем больше в единство вы входите, Чем больше, глубже, искренне вы чувствуете благодарность не за то, что мне дали поехать туда-то, поселили вот сюда-то, или пришли на семинар, или поулыбались мне, а за то, что каждый из вас просто существует, за то, что это просто есть, дома просто есть, люди есть, это тело просто существует. Он благодарный за то, что просто есть, нежный за то, что просто существует, красота по факту того, что она невероятная, непостижимая, она, эти нежность, благодарность и красота, все ваши двери открывает настижь, а это просто чувство тела, чувство тела, которое мы ставим под очень капитальные условия. Нежность только здесь, 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 благодарность только если мне сделают это, 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 и красота, ну с красотой вообще очень сложно, потому что там какая-нибудь узенькая сфера, где красиво только это, это, или вот это. А если мы духовные, то красиво еще уже, потому что резко все некрасивое становится такое, оно очень резко чувствуется, как же бомж, я духовный человек, а это бомж, ну максимум я испытываю к нему жалость, красота, какая красота. Ой, да, нужно, я же духовный, красивый бомжик. Это огромнейшая тема, и завтра на второй встрече я буду говорить реально практические вопросы, как это делать. Сейчас первый день, это я только рассказываю об общих моментах, а завтра будет по практике. То есть завтра могут приходить те, кто реально хотят этому научиться, работать с этим и все такое. Так вот мы партнеры, это мой первый партнер и последний партнер, потому что с ним я рождаюсь и с ним я умираю. Это реально мой первый и последний партнер. И если я с этим партнером не настраиваю связь, если с этим партнером у меня капитальные проблемы, и я его не слышу, то все это очень четко зеркалом ложится на внешний мир, очень так сладенько и красиво. Не слышу здесь, не слышу тут, не вижу здесь, не вижу здесь, не чувствую тут, я не чувствую, что ты меня любишь, я не чувствую, что ты меня понимаешь. Правильно, потому что тело что говорит? Я не чувствую, что ты меня любишь, что ты меня понимаешь. Я вот это чувствую, да, вот оно, наше тело обычно говорит нашими губами, но к миру снаружи, чтобы до нас, как до сознания, хотя бы дошло через уши, если не получается, через чувства и эмоции. Появляется человек рядом, мы его любим, у нас к нему сразу образовывается много претензий. Все те, которые у нас от тела к сознанию идут, у нас тут же рождаются к этому человеку. Говори. Некрасивый какой-то сегодня. Сегодня какой-то некрасивый. Ты какой-то некрасивый сегодня. Некрасивый какой-то. Да, что-то толстоват, по-моему. Да, толстоват, толстоват, да. Фу, толстоват, да. Вот когда мы не понимаем этого момента, мы вообще-то с телом разговариваем, мы все время с телом общаемся. Но не-не-не, мы вот мы считаем, обсуждаем, сплетничаем, мы толстоват, толстоват. Он вообще козел. Козел ты чувак! Вообще, ну как так можно-то? Надо кого-то найти, надо кого-то найти. Надо кого-то найти. Ну? Давай, ищи. Еще. Нигде не пахнет. Ты это хоть, это, мускус выделяйте, а феромоны. Лучше, если мы партнеры, нужно кого-то найти. Ну давай. Давай найдем какого-нибудь партнера. Да, давай найдем. Надо найти какого-то партнера. Вот мы нашли. Ой, какой он прикольный. Богатого? Да. Богатого. Ну хорошо, богатого. Богатого, надо богатого. Богатого, точно, да, все правильно, надо богатого. А почему надо богатого? Ну так-то потому, что, ну, чтобы не работать, но сидеть, заниматься, заниматься алнейром. Ну ты-то думаешь, что ты влюбишься в этого мужика. Богатого надо, точно, богатого надо. Этого всего я не слышу, что он там дальше говорил про алнейро, про не работать. Я слышу, точно, я понимаю, я чувствую такую тягу богатого мужика надо однозначно. Этот большой кусок разговора мы обычно не слышим, не понимаем. Мы просто чувствуем резкую тягу. Какой он симпатичный, потому что тело видит, у него там часы оттуда-то, туфли у него оттуда-то. И вот у него очень дорогой чемодан. И я сразу смотрю, и такая, ой, тело же рождает тягу. Она говорит, богатого надо, чтобы расслабиться, чтобы не было этих всех трясок. И она сразу чувствует к нему притяжение. А я, этот маленький гномик в голове, в сознании, сижу такой, ой, какой он красивый, вау, я его хочу. Насколько сильно мы часто не понимаем, почему у нас идет тяга к другому человеку. Почему? А как часто вы спрашиваете себя, почему мне интересен этот человек? Кто спрашивает себя, почему мне интересен этот человек? О! И как обычно ответ изнутри идет? Обычно это удовлетворение шаблонов. В смысле? Ну, есть какие-то шаблоны, которые, ну, в принципе, мы можем испытывать тягу к любому человеку, но из-за шаблона только к некоторым. И когда шаблонам соответствует, когда человек соответствует этим шаблонам, он вам нравится. Почему мне нравится этот человек? Вот у тебя есть шаблон, и он им соответствует. А что значит шаблон? Решифры, пожалуйста. Шаблоны. У него внешность такая-то, такой-то уровень интеллекта и так далее. Вот просто целая куча наборов. А откуда он берется этот шаблон? Этот шаблон берется, по мере жизни появляется. А я, как бы, тебе идеал, и еще. Да, скорее всего, может быть, в фильме я видел девочку, которая тебе понравилась, у тебя срезонировала, ну, эта девочка срезонировала у тебя, ты запомнила эту внешность, и потом ты видишь на улице такую же девочку, может быть, она бы тебе не показалась красивой, но подсознание у тебя осталось, что ты помнишь ее из фильма. И вот ты ее видишь, и такой, да, даже не понимаешь, что она была как в фильме из детства. А вот в этом фильме в детстве, ну, в детстве, в фильме, когда, да, вот твой пример, кто-то у нас какой-то герой, актер, оно очень классно работает, реально. Смотришь на актера, и ты видишь в нем какое-то качество, которое тебя восхищает. Да. И вот так всегда. Да, так вот, в этом-то и проблема. И потом ты выходишь на улицу и ищешь актеров. Те, которые были в том самом фильме, которые так восхитил этот чувака, офигеть. Я хоть... Нет, ну он же существует в реальности. Да, и находим похожего, вот он даже говорит так же, офигеть, ох, у меня встает везде на него. А фишка в чем? Навык. У него есть навык, которым вы восхищаетесь. Либо чувство собственного достоинства, либо там, не знаю, сексуальность. Но вы видите то, чего вам не хватает. Вы этим восхищаетесь. Навык из списка, который ты обязан. Обязан, да? Если хочешь очки заработать, чтобы потом... Нет, да, чтобы туда. Да. Дракон. Да, чтобы дракону потом на Орионе, нужно навыки. И очень прикольно вычислять предназначение. Вообще очень просто. Да, ман. А? Ман, нет же дракона. То есть потом входишь в кайф, потом билаешь на землю. Да, 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 да. Ну на 400 очков ты этого не понимаешь. А когда достигаешь 1200, ты говоришь, а нафиг тебе драконы, здесь классно, очень классно. Ты говорила, что можно понять свой вкус и его предназначение. Да, очень легко, очень легко. Так как предназначение связано с навыками, вот видите, все классно, все время в соотношении с телом. Тандем. Тандем. Ты не устал стоять? Нет. Давай сядем. Давай сядем. А можно я? А, отлично. Я устал. Стоять еще буду тебя на себе нести. Это ладно. Давай присядем. Про предназначение. Да. Вот, очень просто. Так как для предназначения необходим целый список навыков, наша нервная система находит людей, если она встречает таких людей просто вот так вживую, либо… Съедем. А? Съедем. Съедем. Сейчас, можно я закончу, потому что я веду целую мысль. Предназначение. Составляет целый набор навыков. Мне сложно говорить, когда я все время чувствую твое тело здесь. Я не буду так. Мне нужно эмоционально здесь тоже. Предназначение. Навыки. Блин, третий раз уже. Нет. Да, пока. Вам просто необходимо найти людей, которыми вы восхищаетесь. Живых или мертвых. Не из комиксов. Не из комиксов, не из журналов глянцевых. Людей, которые на самом деле существуют или существовали. Не образы в фильмах. А именно живые люди. И вам нужно, например, выписать этих людей. Это не в смысле того, я восхищаюсь всеми, кто пишет детективные романы. Нет. Кем-то одним. Кем-то одним, на который выйдет, офигеть, как у него это получилось. Или как она смогла. Когда идет именно такое внутреннее, реальное удивление, восхищение. И такой, ёптель, я тоже так хочу. И вот у этих людей должны быть объединяющие качества. То есть если у вас один, два, три, четыре, пять людей, которыми вы восхищаетесь, у них у всех есть какие-то качества. Например, эта женщина восхищает меня тем, что она смогла уйти от мужа и построила карьеру. И потом снова вышла замуж и была на самом деле счастлива. То есть она решилась прекратить то, что ей не нравилось. Другой человек, который, не знаю, занимается исследованиями, все свое время тратит на исследования, всю свою жизнь посвящает помощи другим людям. Самоотдача, например. Полная самоотдача, когда ты тотально в том, что тебе нравится. И вот находить эти навыки, их очень легко различать. Люди, которыми вы восхищаетесь, живые или мертвые. Нервная система, смотри, у нас, то есть мы все одно, мы все взаимосвязаны. И наши нервные системы точно так же общаются друг между другом, только мы этого не слышим. Редко, когда мы это слышим. Так вот, восхищение по навыку идет потому, как нервная система в виде живого или фотографии, или описание мертвого человека, кого-то, да, там, какой-то писатель, она автоматом делает запрос на навыки его нервной системы. И если там был этот навык, то тебя будут тянуть к этому писателю, пусть он уже давно помер, сейчас, секунду. Тебя будут тянуть к этому писателю, или к этому фотографу, или к этому живому человеку, будешь просто с ума от него сходить, и это будет вот как кумир, офигеть. В нервной системе необходима эта связь. А эта связь бывает живыми или неживыми людьми, на которые жили точно. А если исторический фильм, когда это подходит? Если реально есть набор героев, которые тягут, как и то, как говоришь, что совпадают. Я же не знаю, что ли они у меня действительно. Если к героям в фильмах, то это обычно по качествам, которые ты хочешь себе. Качество. Ну, это подходит. Качество характера. А здесь имеется в виду именно навыки, которые помогут исполнить предназначение. Если это историческая личность, и ты берешь ее биографию, она же все равно будет с художественными домыслами. Для нервной системы неважно, какие домыслы. Если ты смотришь на фотографию, у тебя резонирует фотография, а не биография. Да, тогда нервная система напрямую считывает его, существовавшую нервную систему, и чувствует, там есть штука, почитай его биографию, найди, что у него такое. То же самое, то же самое. Это как огромнейшая интернет-сеть всех живых людей через нервную систему. И поэтому вы, когда задумываетесь о том, какое у меня предназначение, вселенная моментально начинает наталкивать вас на всех тех людей, которыми вы восхищаетесь. В интернете, на битборде, еще где-нибудь. А если нет таких людей? Нужно поискать. Всегда есть такой человек. Хоть один, но есть. Есть качество, которое притягивает людей, но это не значит, что я не восхищаюсь. Нет, значит, это не то. Нет, 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 нет. Должно быть именно восхищение тем, что человек достиг. Вот восхищение тем, что он это смог сделать. Вот моей маме было так, она говорит, я не знаю, кем я восхищаюсь. Я ни кем не восхищаюсь. Я говорю, мама, да ты мне уже все уши прожужжала. Кем ты восхищаешься? Я все время это слышу. Он такой, я не знаю, кем я восхищаюсь. Я реально не чувствую этого. Ну нету таких людей. И потом мы нарыли одного, второго, третьего, четвертого. А можешь пример привести? Ну вот пример, как ты начинал, что у этого человека ты смог изменить свою жизнь, там, вот такую-то качество. Ну вот еще раз. Ну я могу только на себе привести пример. Ну есть еще возможность, если Марат захочет поделиться. Про ответственность, если ты не переносишь, если ты не переносишь ответственность свою. То есть он тебе нравится, и ты понимаешь, что в нем тебе нравится какое-то качество или что-то, что он умеет. И тогда ты просто учишься этому сам. А сотворить себе кумира, это значит, что этот человек должен как-то повлиять на твою жизнь, чтобы твоя жизнь стала лучше. Про предназначение, про людей, которыми ты восхищаешься. Ага, если можешь. Стой, у меня микрофон тут. В школе мне нравились очень люди, которые, я не понимаю, почему им не нравятся. Но просто они ее восхищали именно. Вот я смотрел передачи. Это первый человек, это была мать Тереза. Я не понимал, я жил в маленьком городе, 17-й жители, ничем таким не увлекался. Мне безумно нравилась эта вот женщина, ее история о том, что она вот ездила куда-то. И с ней же там же была принцесса Диана рядом, и Иоанн Павел II, и потом еще Махатма Ганди, и Далай-Лама. Вот это, ну, в разные периоды, вот эти люди мне нравились очень. И, а потом, когда я уже, ну, начали с Наташей работать, потом я уже думаю, ну, думаю, что мне в них так восхищало, когда вот я тогда вот, ну, вот в школьный период очень прям тянулся, и интересно было узнавать про этих людей. Когда сострадание, меня восхищало в них сострадание этих людей, то, как они могут по-настоящему с самой отдачей посвятить себя вот именно состраданию, да, помощи другим людям. Хотя потом я пришел, что сострадание немножко другое, другая вещь. Вот. Потом уже, когда учился в университете, мне нравилась Маргарет Тэтчер. Маргарет Тэтчер и Кандализа Райс, если вы знаете, госсекретарь Соединенных Штатов. Вот. Обе женщины вот такие. То есть железная леди, да, и Кандализа Райс тоже. И потом уже позже я понял, что в них мне нравятся их ярость и жесткость. Это то, что мне не хватало. То есть то, что я в себе нашел потом, у меня этого не было, я потом нашел. Но вот то, что мне очень нравилось. То есть вот эти два качества, сострадание и жесткость, ну, не жесткость, а ярость. Это вот те качества, которые вот мне нужны для дальнейшего. И которые прям вот ты говоришь со страданием, и ты прям весь охренеть. Ну, то есть... И как это связывается с твоим предпринимателем? Ну, пока я не знаю. Ну, то есть я знаю, что мне вот в ту сторону, потому что мне действительно очень восхищают вот эти люди, и как они, чего они достигли. Я бы хотел примерно с этим же связать свою жизнь. То есть понять, какие инструменты тебе нужны для дальнейшего? Да, 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 да. Вот сейчас как бы... Он на этих работах, я это беру, а ты чего, наверное, дальше поймешь. Да. То есть я понял, от этих людей сострадание качества. И как они, ну, как бы, не то, что жертвуя собой, да, а полностью себя отдавали вот этому своему делу. Работы с людьми, дальше вот и помощи. И Маргарет Тэтчер, и Кандализа Райс, это вот эта вот ярость, жесткость, напористость. Нет, сказать нет, сказать там, пошел нахуй, там, и все вот эти дела. Да, то есть от них вот эта ярость, но потом им как ее проявлять? То есть нужно там тоже это... Ну вот здесь вот это уже навык, навык коммуникации. Так же самое, как и в сострадании. Там тоже нужны навыки, чтобы проявлять это. Понимаешь, что? Потом в этом не доберуешься, приобретаешь этот навык. Сначала ты понимаешь, какое качество тебе нужно, сначала понимаешь, какое качество. А потом ты смотришь, какие тебе инструменты нужны, чтобы это качество выражать так, как у тех людей, которыми ты восхищаешься. Так ты примерно понимаешь, что тебе может быть нужно. Но это наметки, чтобы понять, куда идти. Да, в какую сторону. Да, потому что по сути Вселенная всю вашу жизнь красными там этими флажочками выставляет вам такие сигналы. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Запоминай, запоминай, запоминай. Потом, когда ты наконец-то подумаешь о своем предназначении, ты вспомнишь эти красные флажочки, они у тебя выстроятся в одну линию, и ты поймешь, да, мне туда, точно. Поэтому у вас, у каждого в жизни есть такие моменты, которые все время повторяются, 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 и показывают вам на то, куда вам надо идти. Что значит упущено? Упущено, это когда уже на кладбище, вот тогда упущено. А до этого момента время не упущено. То есть ты восхищала, восхищала какая-то личность, и потом ты разочаровался. Может, научился. Что? Может, научился. Но уже стало неинтересно. Есть разные моменты. Либо просто ты уже теряешь интерес к этому человеку. У меня так было. То есть меня восхищал человек. Офигеть! Вау! А потом у меня стало это качество внутри, и мне просто стало неинтересно. Но не в смысле я разочаровалась, потому что вот это вот сильное разочарование выходит как раз из переноса ответственности. Я ожидаю, что ты. Это не получается, идет разочарование. Вот ты какой! Да ладно! Это уже другое немножко. Это как раз и есть. Сотвори себе кумира переноса ответственности. Спасибо. У меня, например, что у меня было? Мистер Бин. Восхищаюсь мистером Бином. Сейчас хожу и кривляюсь. Научилась. Вот. И всегда лет с 14. Вот интересный момент. Я не люблю психологию. Я не читаю книжки вот именно по вот этой вот психологии Бернса, ну, где очень сложно написано. Сложно. Да. Меня не восхищают психологи. А, нет, меня восхищает один человек. Вот только я забыла, как его зовут. Который с 17 до 18 год пролежал парализованный в кровати. А, Эриксон. Вот он меня восхищает. Реально восхищает. Потому что он умел буквально фразами человека поставить в его нормальное состояние. Фразами, каким-нибудь сказками, диалогом. И вот я учусь точно так же. Реально учусь вот находить эти вот цепочки, слова, образы, метафоры, которые помогут разным людям. Я ищу универсальные ключи, которые помогут разным людям прийти в естественное, в их личное естественное состояние. Не в мое. Самая важная универсальность в том, что ключ работает отдельно на каждого человека, соотносительно его личной боли, страхов, мечт и всего такого. Не так, чтобы вас привести к тому, что я чувствую. Нет. И что еще? А, ну. Восхищают древние йоги, которые реально. Не те, которые прокалывают себе руки и ходят на праздниках. Нет, те, которые тело трансформировали. Восхищают, взахлеб читают тексты и в Лаклиц 14. То есть, вот, мистер Бин, Эриксон и йоги, которые трансформировали тело. Эриксон есть чуть-чуть, мистер Бин очень сильно. Двигаюсь в направлении следующих людей. То есть, вот, по сути, навыки. Навыки, как у нас, меня восхищает, восхищал и восхищает мистер Бин, потому что вот такой идиотизм показывать так, чтобы было так смешно, нужно уметь. Я думаю, блин, как это, как это, как это? И вопрос все время задается к одному, как это, как это, Эриксон, как он это делает, как он это делает? Йоги, да как у них это получается? Я тут мучаюсь, мучаюсь, как у них это получается? Как навыки есть? Как? Как? А вот тут у тебя есть тело? У него там вся инструкция по навыкам, оно все умеет. Оно все умеет. Наташа, можно вопрос? Я вот хотела спросить, когда сценка была у вас, Марат, по поводу того, что, кого бы нам найти, партнера, и тело почему-то такое корыстное, говорит, нам нужен богатенький. Почему тело, которое знает вселенную программу вселенной, предлагает умрять человеку просто с материальным воспитанием? Это же сознание, наверное, хочет комфорт, нет? Нет, 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 нет. Нас в детстве очень сильно ругали, когда мы играли с бедными, никому не нужными детьми. Нам сказали, не смей, это плохие, злые люди, нужно найти богатенького. Вот эти хорошие люди, ну, например, есть боль. Это я просто привожу аналогию, есть боль. И тело мне помогает понять эту боль. Она говорит, пошли ударимся об стекло здесь, пошли ударимся об зеркало вот тут, посильнее ударимся, нам нужен богатый. Ты не хочешь слышать меня вот так, чтобы я мог тебе сказать, у меня здесь болит очень сильно. Когда я так говорю, ты меня не слышишь, ты только чувствуешь усталость, жрешь и идешь спать. Поэтому я врубаю сексуальную тягу туда, где ты ударившись об зеркало, четко увидишь эту боль. Понимаешь? И поэтому она говорит, пошли, нужно вот это. И ты такая, да, точно нужно вот это. Ну, хоть здесь вот должны мозги врубиться, что, ну, это вроде как-то немного меркантильно. Хоть здесь уже должна аларма заработать, сигнализация. Поэтому, когда вы отказываетесь слышать свое тело, оно все время говорит о том, где у него болит, какая психологическая боль, и зажим там, там и там. Тогда телу приходится биться головой об зеркала снова и снова, чтобы у вас врубился мозг, вернее, вы взяли, ну, ладно, есть такая штука мозг, да, нужно использовать, включить. Ой, как он хрустит, ой, скрипит, боже. Странная вещь вообще. И начать анализировать то, что происходит. Понять, чего вы хотите. Почему вас тянет туда, что, по сути, вы не хотите. То есть начать размышлять, анализировать то, что происходит внутри вас, то, что происходит снаружи вас. И размышлять, понимать, чего вы хотите, чего вы не хотите. Очень важно понимать, чего вы хотите. Иначе все время будет перед глазами то, чего вам не нравится. Тут рождается куча недовольств. Да что такое? Все время притягивается какая-то хрень. Спасибо. Да, но я говорила про навыки. Я хотела поговорить про то, как образовывается боль сама, которую потом мы не хотим слышать. Потому что, по сути, нам же нужно наработать навыки. Мы выбираем семью, выбираем родителей, в которых мы получим тот опыт, который очень четко поможет нам приобрести базу для всех этих навыков. И поэтому обычно в детстве происходит какая-нибудь хрень, которую мы не понимаем, с которой мы потом живем. И болит которой мы потом эхом чувствуем всю свою жизнь. Особенно, если мы вступаем в отношения с кем-то. И это такое перенапряжение, потому что ты чувствуешь к этому человеку сердечную тягу, но тебя так внутри сковывает от всего, что ты либо идешь через силу в эти отношения, либо махаешь на это рукой и говоришь, да нафиг это. И вот это все следствие того, что внутри, в детстве, а эта ситуация, которая в детстве была, мы ее не поняли, она все время колесом повторяется, повторяется, повторяется. Не надо лезть в детство. Можно, не обязательно лезть в детство. Бывают такие моменты, когда очень сложно туда добраться. Эта ситуация все время повторяется, снова и снова, до тех пор, пока вы не включите свой мозг, не начнете быть внимательными к тому, что же происходит в моей жизни, как я к этому вообще пришла. Ой, это повторяется? Это снова повторяется? Начинаем задумываться. Так вот, берем просто самую последнюю ситуацию, которая повторилась. Ситуацию до нее. И смотрим, что мы не понимаем. Понимание, какой детали у нас отсутствует. Понимание, какой детали у нас отсутствует, что вместо умиротворения, легкости, благодарности, радости, у нас рождается боль, страдания, дискомфорт, обида. Поэтому не всегда важно лезть куда-то далеко. Оно все время здесь. Во Вселенной, по сути, все устроено. На моем опыте жизни, да, повторяюсь снова и снова, чтобы не было недопониманий. Для меня во Вселенной устроено все очень просто. Так просто, чтобы просто можно было сделать шаг вперед, шаг вправо, исполнить предназначение, шаг влево, наслаждаться дальше, играть, 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 заработал очки, делай, что хочешь. Все очень просто. Проблема начинается тогда, когда мы взрослеем, слушаем папу с мамой. Они говорят, не трогай тело здесь. Что ты себя так часто гладишь? Что ты меня так часто гладишь? Отойди, пожалуйста. И начинается то, что мы прекращаем слушать свое тело. Мы прекращаем обращать на него внимание. И отсюда рождается, что с этого момента тело начинает ощущать одиночество, брошенность, ненужность. И не понимая, что это ваше тело, ваш партнер по контракту ощущает брошенность, одиночество, ненужность, вы идете в мир и становитесь хорошими для того, чтобы вас любили, хорошими, чтобы получать одобрение и внимание. Но вы не сможете этим всем заполнить то, что нужно сделать одним простым движением, начать слышать и понимать свое тело, начать его чувствовать. А это для многих бывает очень сложно, особенно когда в философских, эзотерических направлениях уходишь очень далеко в интеллект, то начать чувствовать тело очень сложно. Ты говоришь, это же сколько времени нужно, чтобы начать чувствовать свое тело? Только слышишь это и думаешь, а смысл тогда того, что ты живешь, чтобы жизнь была просто от концепции до концепции? Сейчас я проснулся, сейчас я занялась сексом, было классно, ой, я пошла на работу. Под этим всем еще целый ворох чувств, спектр чувств и эмоций, которые испытывает тело. И чувства и эмоции очень часто пугают, очень часто пугают, потому что, когда мы не понимаем и не слышим свое тело, с нами что-то все время происходит, с нами происходят чувства и эмоции, с нами происходят состояния, и мы не всегда можем их контролировать. А когда мы не можем их контролировать, мы ругаем себя, мы себя наказываем, мы делаем себе еще больнее, Еще хуже, когда мы не можем себя контролировать. Я очень часто все время привожу пример того, что тело — это внутренний маленький ребенок. То есть я называю сознание тела внутренним ребенком. Представьте, что это дитё 5 лет. Ну вот, оно разбило чашку, но было невнимательно. Я вас прошу, да, как мы относимся к своему телу? Мы ругаем себя. Это то же самое, как подойти к ребенку и дать ему затрещину. И не одну сказать, что ты сделал? Ты чашку разбил. Это же просто чашка. И так же мы относимся к себе. Я была не такая. Я нагрубила. Я не сдержалась. Что это такое? Тело — это маленький ребенок. Вот поэтому я восхищаюсь Эриксоном. Он, наверное, бы за 2 минуты смог донести до вас, что тело живое — это маленький ребенок. А я не могу. Мне надо очень много часов. Сколько времени прошло? Я думаю, перерывчик сделать. Потому что я вообще не чувствую времени сейчас. 1 час 50. Сколько? 1 час 50. Ох, ничего себе! Да, перерывчик на 10 минут, конечно. Офигеть, вообще время летит. 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 Офигеть, вообще время летит.